Всем привет! Всем привет! Сейчас мы приехали в мою клинику к семейному врачу. Немножко хочу показать эту клинику и рассказать о том, как она работает. Вообще, вот эти клиники, их у нас несколько в городе, они для людей с низким доходом. У кого маленький доход, здесь вот Обама Кейр принимают. Также можно сюда без страховки приходить. Вот моим родителям им 5 лет не давали страховку, так как они не прожили 5 лет. Были такие условия у государства, что ты должен 5 лет прожить и только потом можешь получить страховку. Они приехали по гринкарте. Им было не положено, так как они пенсионного возраста. И под Обаму Кейр они тоже не подходили. Потому что Обама Кейр она от 18 и до до 64 вроде. Они уже как бы старше этого возраста уже не подходили. Поэтому им пришлось 5 лет ждать, чтобы получить страховку. И можно ходить вот в эти клиники с низким доходом. Все эти годы. Вот мама ходила сюда, она платила 25 долларов за прием. Остальное все клиника покрывала. Папа ходил в другую клинику. Чейз. Чейз она вроде, да, называется у нас. Их тоже несколько по городу у нас есть. Три или даже четыре таких клиники. Там вообще 20 долларов за прием платишь. Остальное все клиника покрывает. Но они покрывают только вот когда ты в их клинике находишься. Когда к ним ходишь, там анализы сдаешь. Вот на прием к семейному врачу. А уже, конечно, если к специалисту или там операция какая-то, то уже они это не покрывают. Пойдем. Вот эта клиника. Вот это бусик. Он привозит больных, пожилых людей. Вообще по всему городу развозят. Вот на таком бусике только другая была компания. Виктор отработал три года здесь в Америке водителем. Все, он уже кого-то привез или забрал, уехал. Снимаю на таблету. Он так сильно приближает. Поэтому так все близко видно. Не знаю, по-другому не получается. Нужно только переключать камеру в обратную сторону. Тогда как бы он уменьшает вот это видео. Вот так слишком в клинике находимся. Заплатила я за свой путь на 10 долларов. Вот мне такую бумажку дали, что я оплатила прием у врача. Ну, вообще, страховка моя покрывает там сколько-то процентов. 10 долларов нужно всегда платить, когда я иду к семейному врачу. Если к специалисту, то 30 долларов плачу. Вот эта больница. Здесь такое небольшое фойе. Там люди сидят, прием ждут. Здесь можно телевизор посмотреть. Так что сидим, ждем аппоитмента. У меня что-то глаза болят. Думаю, что, наверное, глазная инфекция. Но сейчас посмотрю, что она мне скажет. Сейчас еще зайдем в эту комнату. тоже покажу. Что-то включил телевизор? Сейчас вот очень много у нас по Кене едут. Точно не знаю, она с Афганистана, с Ирака. Вот женщины в таких платках. А дети у них ходят вот так просто без всяких платков. В кабинете сижу вот на такой кушетке. Здесь такие кушетки. Как показать? Они бумагу стелят одноразовую и потом каждый раз ее меняют. Такой кабинет. Здесь приборы висят, измеряют давление. Там уши, нос смотрят. С у кого проблемы. Небольшая комнатка. Здесь есть уже раковина, шкафчики. Здесь перчатки лежат. Показываю так с этой стороны, а то камера так приближает. Квешалка. И Никитка сидит, маму ждет, да? Здесь шторка такая, можно закрыться. Можно ее так чуть-чуть закрыть, чтобы никто не видел. Сейчас меня уже медсестра посмотрела, там давление померила, спросила, зачем я сюда пришла. И вот сейчас сидим, ждем доктора. Хотела сказать про врачей здесь, в клинике. Вообще, в принципе, я могу сюда уже не ходить, потому что эта клиника, как я уже говорила, с маленьким доходом. Но как в прошлые годы я сюда ходила, так я и сталась. У меня здесь врач очень хороший, семейный, мне нравится. Ну и другие врачи. Просто к своей семейной врачу я могу попасть, только назначив аппоитмент где-то за неделю, за две недели. Вот так к ней не позвонишь, допустим, утром, если что-то там беспокоит, да, и утром позвонил, и назначил аппоитмент, то к своему врачу ты не попадешь, но к другому можно. Вот я сегодня в 10 утра позвонила, и мне на час дня уже назначили аппоитмент. Так что здесь очень хорошо, мне нравится, в этот же день назначают тебе аппоитмент. Не надо ждать долго. Поэтому вот я так и осталась, потому что хорошие здесь врачи. Но еще хочу сказать, что вот эти вот семейные, да, врачи, которые принимают, они как бы не все являются именно докторами. Вот моя врач, в частности, и многие другие, которые сейчас меня будут принимать, они здесь называются АРН. Это как бы, вот Виктор, он выучился на медбрата, это он нерс, называется его профессия. И если он еще бы два года проучился, то он бы уже мог быть вот этим АРН и вести приемы. А чтобы на доктора, то это нужно еще больше учиться. И поэтому вот в основном вот эти приемы в семейных клиниках это АРН ведут. Пока ждем, Никите тут принесли. Покажи, что тебе принесли. Стикеры, что мне сестра принесла здесь. Черепашка, ниндзя, вот, и еще эмматор из мультфильма, тачки. Такие стикеры. Чтобы Никите не было скучно, ему стикеры принесли. Что-то я там не договорила, у меня уже мысль оборвалась. Что же еще хотим? так всегда вот такие висят рожицы. И вот тут вот от нуля и до десяти по шкале они всегда спрашивают, вот какая у вас боль, надо показать. может быть не очень больно там, сильно больно. Вот от нуля до десяти идет, всегда спрашивают. Вот здесь в клинике есть такой бутон, на него нажимаешь и двери открываются вот для инвалидов, для колясочников. И вот тут тоже снаружи такой бутон, и вот тут посерединке, потому что здесь две двери. Все, уже вышли с клиники, едем там. Так все, врач мне назначила глазные капли, так как у меня инфекция глазная началась. Получила капли там, какое-то название не помню. Ладно, не суть, важно, но вот за эти капли глазные я доплатила по своей иншуренс 6 долларов. Там точно я не знаю, сколько они стоят, но примерно капли стоят где-то 50-60 долларов. в зависимости от лекарства. Вообще, у меня дорогая, конечно, иншуренс. Мне не нравится. 300 долларов нужно платить каждый месяц. Плюс вот так за appointment, за лекарства. Так что особо болеть вот с этой иншуренс мне нельзя. У Виктора у него хорошая отработа. Он там всего 70 долларов платит. У него там тоже хорошее покрытие. Но от работы только на него дается. На членов семьи очень дорогая у него тоже страховка. Ну, все вроде. Но вообще, хотела вот об этих клиниках сказать, что они есть по всей Америке, эти клиники. Они называются Low Income Clinic. Ну, что значит, клиники с низким доходом. Поэтому можно вот в каждом штате, там в городе. Я не знаю, в маленьких городах нет. Есть, но в больших точно должны быть такие клиники. Вот их можно находить и обращаться туда. Вот у кого нету вообще страховки. Или, ну, Обама Кейр они, конечно, принимают. Но вот у кого нет страховки, вот это вот единственные клиники, куда можно прийти и получить вот такое медицинское обследование. Вернее, прием у врача за 20-25 долларов. Вот и все вроде, что хотели сегодня сказать, показать. Да, Никит? Все. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok